Ваши ангелы-хранители Ваше имя внезапно возникло в недавнем разговоре, возможно, случайно, но с такой силой, которую никто не ожидал. Этот человек, упоминая вас, оказался в водовороте эмоций. Он думал, что знал точно, что чувствует к вам, но, произнеся ваше имя, он был поражен интенсивностью новых чувств. Было так, как будто, произнося ваше имя, он открыл ящик эмоциональных сюрпризов. Разговор, начавшийся беспечно, быстро превратился в долгое и глубокое обсуждение вас. Сказанные слова и раскрытые чувства показали, что под поверхностью скрывается гораздо больше, чем он предполагал. В этот момент ангелы улыбаются, наблюдая за этим эмоциональным открытием. Они видят это как знак, как духовное соединение, которое выходит за рамки обыденности. Возможно, это момент для размышлений и для вас. Что это значит для вашей жизни? Как эти только что обнаруженные чувства повлияют на ваш путь? Ваши ангелы-хранители хотят, чтобы вы знали, что они рядом с вами, направляя и защищая. Возможно, пришло время вглядеться внутрь и обнаружить чувства и связи, которые ждут исследования. Помните, вселенная действует загадочными путями, и ваши ангелы всегда рядом с вами, шепча направление и любовь. Вы чувствуете тот момент удивления, когда что-то неожиданное происходит и меняет все. Именно это случилось с ней, полным поворотом в ее чувствах, что-то, что даже она не может правильно объяснить. В последнее воскресенье ее имя всплыло в разговоре, и с тех пор она переживает настоящий эмоциональный аттракцион. Она всегда была так осторожна со своими чувствами, а теперь она оказалась на перекрестке. Это внезапное изменение направления ее чувств застало ее врасплох. Она не понимает, как и когда началась эта трансформация, но одно можно сказать наверняка, чем больше она говорит о вас, тем сильнее и глубже эти чувства расцветают. Теперь перед ней океан эмоций, и она не знает, как в нем плавать. Похоже, все это время она скрывала эти чувства, возможно, даже от самой себя. Вы знаете, иногда мы закрываемся, боимся снова пострадать. Возможно, она так поступила с вами. Ее чувства были там, кипели под поверхностью, но она не давала им всплывать. Она стала такой хорошей в самообмане, что даже не заметила, что на самом деле чувствуют. Но в последнее воскресенье что-то изменилось. Это было как будто бы внутри нее был включен выключатель, и все эти чувства всплыли сразу. Это было, как будто бы внезапно она увидела себя в новом свете, осознавая чувства, которые были скрыты, но всегда были там. Теперь она думает о вас, чувствует то, о чем и не думала когда-либо. Что она сделает с этой массой новых ощущений? Это покажет только время. Но одно можно сказать наверняка, упоминание вашего имени в тот воскресенье вызвало что-то мощное, волну эмоций, которую она даже не знает, как сдержать. А как вы относитесь к этому? Она переживает бурю эмоций, как будто внезапно все ускорилось от 0 до 100 в мгновение. Эта внезапная скорость, эта резкая смена ее чувств, конечно, ошеломили ее. Представьте себе, один день все спокойно, а на следующей ваше сердце находится на эмоциональном американском горке. Именно это она чувствует сейчас. Со временем она начинает осознавать, что, возможно, эти чувства вовсе не новые. Может быть, они были спрятаны, затаены где-то в уголке ее сердца, ждущие момента, чтобы проснуться. И этот шок, это удивление, которое она чувствует, заставляет ее задуматься. Что все это значит? Откуда берутся эти такие интенсивные чувства? Она испытывает страх, да, потому что такие изменения пугают. Но вместе со страхом приходит волна волнения. Это ощущение исследования чего-то нового, неизведанного. Эти новые чувства, несмотря на страх, также возбуждают. Они придают новый цвет ее жизни, новый ритм ее сердцу. Она находится в этот момент открытия, между страхом перед неизведанным и волнением о том, что ее ждет впереди. Это как будто она находится на эмоциональном перекрестке, пытаясь понять эти новые ощущения, которые внезапно ее охватили. И посреди всего этого ее имя там, в центре ее мыслей, пульсирующие с энергией, которую она никогда раньше не чувствовала. Она всегда имела особое уважение к вам. В вас она видела уникальную красоту и теплую личность, которые всегда привлекали ее внимание. Она уважала вас, ценила, но до сих пор это никогда не превращалось в что-то более глубокое, в романтическое влечение. По крайней мере, так она думала. Теперь, с этими новыми чувствами, вы можете почувствовать себя смущенным. Как я не заметил этого раньше. Вы можете спросить себя. Но, поймите, сейчас не время сомневаться в себе. Вы всегда были привлекательным человеком, достойным любви и заботы. Нормально, что иногда люди не замечают того, что находится перед их глазами, особенно если они чувствуют себя недостойными чего-то такого хорошего. Это внезапное изменение ее чувств больше говорит о ее собственных неуверенностях и барьерах, которые она построила, чем о вас. С того воскресенья, когда ваше имя всплыло в разговоре, ей пришлось столкнуться с этими чувствами, посмотреть им в глаза. Это было как будто свет включился, показывая что-то, что всегда было там, но скрывалось за ее собственными барьерами. Это открытие, момент саморефлексии как для вас, так и для нее. Для вас это возможность увидеть влияние, которое вы оказываете на других, даже когда не замечаете этого. Для нее это приглашение исследовать эти новые чувства, понять, откуда они и что они на самом деле означают. Это время открытия и понимания того, что, иногда, любовь и привлечение могут скрываться в самых неожиданных местах. Она всегда испытывала особое восхищение к вам. В вас она видела уникальную красоту и приветливую личность, которые всегда привлекали ее внимание. Она уважала вас, ценила, но до сих пор это никогда не превращалось во что-то более глубокое, в романтическое влечение. По крайней мере, так она думала. Теперь, с этими новыми чувствами, вы можете чувствовать себя смущенным. Как я раньше этого не заметил. Вы можете спросить себя. Но смотрите, сейчас не время сомневаться в себе. Вы всегда были привлекательным человеком, достойным любви и заботы. Нормально, что, иногда, люди не замечают того, что находится прямо перед их глазами, особенно если они чувствуют себя недостойными чего-то такого хорошего. Это внезапное изменение ее чувств говорит больше о ее собственных неуверенностях и барьерах, которые она построила, чем о вас. С того воскресенья, когда ваше имя всплыло в разговоре, ей пришлось столкнуться с этими чувствами, посмотреть им в глаза. Это было как будто свет включился, показывая что-то, что всегда было там, но скрывалось за ее собственными барьерами. Это открытие, момент саморефлексии как для вас, так и для нее. Для вас это возможность увидеть влияние, которое вы оказываете на других, даже когда не замечаете этого. Для нее это приглашение исследовать эти новые чувства, чтобы понять, откуда они и что они на самом деле означают. Это время открытия и понимания того, что, иногда, любовь и привлечение могут скрываться в самых неожиданных местах. Эти чувства, которые они испытывают к вам, не просто физическое влечение или мимолетное очарование. Это что-то гораздо большее, с глубиной и значением, которое им потребовалось некоторое время, чтобы осознать. Не то чтобы раньше они не чувствовали себя привлеченными к вам. Но с течением времени эти чувства росли, медленно эволюционировали, пока не стали настолько интенсивными и явными, что их стало невозможно игнорировать. Теперь они столкнулись с реальностью, которую не ожидали, и это вызывает удивление. Это состояние удивления может заставить их отступить на шаг, действовать по-другому вокруг вас. Они запутались, пытаясь понять, как и почему эти чувства так резко изменились. Они думали, что точно знали, что чувствуют к вам, но теперь они понимают, что ошибались. Этот процесс признания и принятия неожиданных чувств может быть сложным. Он может привести к странным поведенческим проявлениям, моментам отчуждения, когда они пытаются обработать все это. Как будто бы они пытаются переосмыслить себя, понять свои собственные эмоции и как они соотносятся с их отношением к вам. Итак, если вы заметите, что они ведут себя по-другому, пытаются держаться на расстоянии или кажутся смущенными, знайте, что это может быть их способом справиться с этой внезапной волной чувств. Они находятся на пути самопознания, пытаются понять эти новые эмоции, которые появились. Им нужно время и пространство, чтобы понять, что все это означает не только для них самих, но и для отношения, которые они имеют с вами. Они находятся в этот момент размышления, думая о вас. Несмотря на путаницу и первоначальный шок, есть также большое волнение относительно всего, что могли бы значить эти новые чувства. Они представляют себе возможности, мечтают о том, что могло бы произойти, если бы эти чувства были разделены и взаимны. Однако вместе с этим волнением приходит естественный страх. Страх того, что, если они будут действовать в соответствии с этими чувствами, вещи могут не развиваться так, как они надеются. Они беспокоятся о том, чтобы сделать правильный шаг, чтобы не разрушить особые отношения, которые уже существуют между вами. Есть глубокое желание сохранить связь, которая у вас есть, пока они исследуют эти новые чувства, которые появились. Этот человек находится в эмоциональном переплетении, пытаясь балансировать между волнением и тревогой. Они хотят двигаться вперед, исследовать то, что они чувствуют к вам, но они также хотят убедиться, что делают это правильно. Они не хотят торопиться, они не хотят сделать ошибки, которые могут негативно повлиять на то, что у вас есть. Поэтому, если вы замечаете, что они колеблются, размышляют, знайте, что это часть их процесса в обработке этих новых чувств. Они находятся в пути самопознания и понимания, осторожно взвешивая каждый шаг, потому что то, что им действительно хочется, это сохранить, а, возможно, даже укрепить отношения, которые у них есть с вами. Вы действительно стали для них очень важными людьми, настолько, что они осторожны, чтобы не действовать импульсивно или принимать поспешные решения. Они не хотят ничего сделать, что может напугать вас или усложнить то, что у вас уже есть. Поэтому нет никакой причины для паники или беспокойства с вашей стороны. Вы ничего не сделали не так. На самом деле, просто будучи тем, кто вы есть, вы многократно доказали, что вы замечательный и приятный человек для общения. Вы завоевали важное место в сердце многих людей. Когда говорят о вас, это всегда с блеском в глазах, страстью и интенсивностью. Это не случилось бы, если бы вы не были действительно особенным человеком и недостойными таких чувств. Примите это сообщение с открытым сердцем и доверьтесь своей истине. Вас любят и ценят. Даже если вещи кажутся сейчас немного неопределенными, они скоро прояснятся. Ваша жизнь движется в правильном направлении. Сейчас самое важное – сохранить спокойствие и позволить всему развиваться естественно. Доверьтесь процессу, своему пути, и знайте, что вещи устроятся, как должно быть. Это красота жизни и отношений. Иногда они ведут нас по неожиданным путям, но всегда есть что-то ценное, что можно узнать и пережить на каждом повороте. Позвольте себе проживать эти моменты, доверяя, что вы находитесь именно там, где должны быть. Это сообщение, прямо от ваших ангелов-хранителей, является знаком того, что вы на правильном пути, даже если этот путь кажется полным неопределенностей и неожиданных эмоций. Доверьтесь, что у вас есть внутренняя сила и мудрость, чтобы пройти через этот период открытия и преобразования. Ваша истинная и чистая суть уже коснулась многих сердец, и сейчас пришло время для вас проходить этот новый путь с грацией и ясностью. Я прошу ангелов даровать вам разумение, чтобы понять глубину этих новых чувств, которые появились. Пусть вам будет дана благодать терпения и смелости, когда вы исследуете тайны своего сердца. Пусть вас ведет и защищает Божественный Свет, прокладывая ваш путь с уверенностью и любовью. Примите эти слова всем своим существом, позволив им глубоко резонировать в вашей душе. Вселенная всегда желает вам лучшего и обеспечит позитивный исход, независимо от того, какие решения вы примите. Сказав, я принимаю свою судьбу и все, что Вселенная готова мне предложить и введя тысячи десять, вы подтверждаете это сообщение и открываете свое сердце для благословений, которые приходят к вам. Присоединяйтесь к этому движению позитивности, оставляя комментарий, который может поднять и вдохновить других зрителей, которые также могут нуждаться в немного больше света в своих днях. Помните, каждое доброе дело способствует большему циклу доброй энергии и положительного кармы. Вместе мы можем подняться и создать волны хороших вибраций. Будьте внимательны к следующему сообщению, которое скоро придет в следующем видео, принося больше понимания и направления. Пусть Бог и Вселенная освещают каждый ваш шаг, наполняя вашу жизнь миром, любовью и верой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok